книга открытым оком том 8 вопрос 2081 тема христос есть бог и человек что вас побудило заняться темой о монашестве и что нового для себя вы узнали исследуя эту тему отвечает игнать тихонович лапки постоянно удивляюсь что всегда когда кажется что тема уже исчерпана и вычерпана вдруг откуда-то и совсем уж с неожиданной стороны подплывает новое в древнейшей упаковке так и здесь от любителей монашества в прошлом получаю книгу из нее еще ущипнул полезное священномученики а не восторгове не монахи ибо он протеерей и известнейший черносотенец как его описывают и вот что и вот что за дифферамбы монашество он пишет оказывается на монашество было много нападок и он их пытается опровергнуть но никто нигде не говорит о монашестве в сравнении с библией что само по себе не евангельское установление они путают и девственников с монахами я за девственников чтобы они служили миру шли на проповедь наш труд не против девственников но против противников христу кто высасывал силы из народа и они сотнями тысяч гибли в пустыне а там теперь мусульманство и буддизм язычество и коммунизм безбожие колдовство и виновата в этом не евангельское учение о монашестве настольная книга для монашествующих и мирян составитель анхимандрит и иван крестьянкин свято-успенский псково-печерский монастырь 1998 год по благословению евсевия архиепископа псковского и великолукска 400 страница 12000 экземпляров 400 до 400 страниц благодарю правильно вот страница 4 цитата монашество великая тайна божия и для тех кто дерзает вступить в эту святую тайну и приобщиться к истинному духу иночества на все времена сохранил господь в писаниях опыт отцов которые прошли этим путем в радость вечности ответы проверялись в моей длительной монашеской жизни во времени на личном опыте и на опыте других это для тех в чем сердце затеплится любовь к таинственному монашескому житию в боге страница 5 дата и основания монастыря считается 15 по старому стилю 28 августа 1473 года в этот день был освящен храм успения но начало монастыря положено значительно раньше когда в пещерах поселились монахи имена которых до нас не дошли монашеская летопись повествует что цитата сама причистая дева избрала это место вдали потока каменца благословила его своими избранными людьми и до сих пор охраняет его его страница 6 оклеветанный завистливыми людьми игумен корнирий по преданию был обезглавлен царем иоанном грозным 20 февраля 1570 года и причислен клику преподобно мучеников страница 7 и совсем не случайно всякий кто ходит в полумрак богом данных пещер монастыря невольно чувствуют благоговейный трепет от соприкосновения с вечностью по молитвам тысяч подвижников обители погребенных в пещерах страница 11 ослабление строгости христианской жизни со вступлением в церковь таких язычников которые в христианстве заботились только о мирских интересах побуждала ревнителей благочестия уходить из городов и селений в пустыне чтобы там вдали от мирских волнений проводить жизнь в подвигах страница 19 при жизни пахомия основанная им общество монахов возросло до 7000 а через сто лет после него до пятидесяти тысяч страница 22 в россии кельи и другие здания построенные монахами в монастыре считаются собственностью монастыря не запрещается владеть движимым имуществом книгами деньгами и так далее причем деньги можно помещать в банки и кассы запрещается торговля кроме продажи вещей своего приготовления принятия чужих вещей на сохранение кроме книг поручительства и ходатайство в делах не относящихся к духовному ведомству монахи освобождены от подати и телесного наказания сложившие себя монашество по личному желанию из позволения духовного начальства возвращается со всеми правами принадлежащими ему по происхождению но с лишением чинов и отличий заслуженных им до пострижения после добровольного сложения сана данное лицо в течение семи лет находится под церковной эпитемией в это время ему нельзя жениться приписываться к обществам в той губернии в которой он был монахом и жить в столицах сложившие сан не имеют также права поступать на гражданскую гражданскую службу из полного православного богословского энциклопедического словаря страница 32 знают дети человекоубийцы и дьявола что с падением монашества и православия падет все православное вера житие подвиг смиренно мудрия богослужения покорность церковной власти страница 34 неужели в кого ну как бы цитата неестественное слово в кавычках подвиги неестественные требования могли дать такие плоды монашество наложило печать порядка мира чистоты и на русскую семью сделав ее домашнюю церковью в нашем народе дало повиновение старшим без гневе терпение своей доли равнодушия к земным благам и неудобствам страница 35 заметьте же еще один бесспорный и изумительный закон жизни подтвержденные все истории церкви и до сели подтверждаемые в тех общинах и церквах тех народности где процветало и процветает монашество где мы видим напряженное стремление к иноческому подвигу то самое время процветало и процветает и приходская жизнь и наоборот где не было и нет монашества падала и падает жизнь прихода монастыри это как бы запасные водоемы живой воды религиозного воодушевления они питают и увлажняют иссохшие пустыни духа мирской жизни они дают живительную и спасительную влагу душам жаждущим 36 страница таковые нынешние нестариане копты армяне таковы некоторые православные народности которых не станем называть ради любви их православия без монашества и подвижничества только в одном названии 37 страница самое лучшее лекарство не поможет трупу уничтожьте монастыри разорите обители хождения по святым местам ничего не достигнете 40 страница есть люди от природы склонные к тихому пребыванию вне шума мирского не способные к житейской борьбе чуждые жизни семьи расположенные к молитве и созерцанию дел божиих они идут в монашество естественно ли их отвращать от подвига есть люди разбитые жизнью потерпевшие кораблекрушения в житейском плавании им жизнь мира не мила они потеряли к ней вкус и склонность они чувствуют себя там одинокими у них опустились руки упало сердце погасло мужество они идут в монастырь и там находят для себя покой души 41 страница обвинения против монашества тунеядство эгоизм и возражения восторгова иоанна цитата монахи теперь собирают и хранят и запасают силы которые выступят на дело борьбы за святыни веры которые наверное выпустят и выступят войско конечно нужно только во время войны войны же бывают редко но безумно то государство которое не готовит войско во дни мира так и монашество плотским людям противен один вид монашество ибо она мешает им заглушить голос совести напоминает им что они блудны и скотоподобны народ любит и ищет и находит не дурных монахов а хранят хороших но эти монахи говорят далее лицемерят и лицемерием обманывают простодушных богомольцев скажем и на это что когда богомолец увидит что монах которого он считал хорошим оказался дурным он поищет и найдет хорошего монашество только возглавие завершение и совмещение всего христианского подвижничества 45 страница монахи могли бы накормить духовной пищей многих о необходимости духовного просвещения народа 48 страница что если и этого утешения не дать нашему народу куда он пойдет своей тьме и куда потом он придет 49 покажите народу нашему эту величавую изумительную несказанную красоту нашей церковности богослужения чтобы затрепетала его душа от дивных молитв и песнопений церкви чтобы чувствовала на себя в райском блаженстве в общении с ангелами во время богослужения чтобы незаметно пролетали для нее часы продолжительных ваших молений 51 страница позвольте поблагодарить за ваш свечной завод 56 за время против протекшие от первых слов проповеди евангелия и до наших ведерей в области нравственного учения буквально никто нигде никогда не на единую черту не мог прибавить что-либо новое высшее и совершеннейшее сверх того что сказано христианство 58 деревянные кипарисовые перламутровые каменные золотые серебряные медные костяные эти кресты у монахов являются их проповедью себе самим и другим людям и всему миру 61 страница кто не понимает сущности монашества тот не принимал тот не понимает и христианство кто не любит не чтит монашество как благороднейший плод и цвет христианской жизни тот далек от православия и больше того не вышел еще за пределы той веры о которой апостол говорит бесы веруют и трепещут послание иакова 2 19 кто не сознал какое значение христианстве имеет аскетизм подвиг самоотречение тот не ведает даже азбуки христианство кто повторяет чужого голоса будто монашество есть враг всякой радости тот еще не знает о той радости о которой говорил спаситель апостола самые тяжкие скорбные часы да радость моя у вас прибудет и радость ваша будет совершенно радости ваши никто не отнимет у вас евангелия то она 15 глава 11 стих и 16 глава 22 стих 63 страница церковь высоко ставит подвиг монашество видит в нем путь спасения избранных душ и можно безошибочно сказать и утверждать что те христианские общины в коих угасает или угас дух монашество тем самым свидетельствует что они уже на пути к вырождению и смерти 67 страница хулители и враги монашество насилует совесть тех людей которые ищут тесного и скорбного жития и особого подвига иначе 69 страница славяне грубы были по пол ведра вина за раз вы выпивали и чтобы пробудить их совесть нужны были подвиги монахов кормление себя комара это был единственно доступны и понятные грубо языческой среди язык ибо надо крепко кричать чтобы разбудить разбудить крепко спящего 71 страница таких проповедников часто очень не любят но кто не дает спать разоспавшемуся человеку разве тот приятен ему 73 страница колокола храмы кресты тропинка к единому на потребу 92 скачет шестой дух нечистый он приносит с собой равнодушие ко всем людям он приносит с собой замкнутость на себе 121 а монахи феофили выпускники академии которого метрополия за хорошее поведение в монастыре назначила секретарем настолько он понравился народу что к нему паломничество было и к архиерею уже не обращались но снова он отпросился в монастырь но настоятель монастыря стала всячески преследовать и донимал плохой игумен хорошего монаха до самой своей смерти братья пожелала феофила иметь у себя настоятелем после умирающего этого игумена но старые злобился на феофила что этот негодяй будет моим преемником умру но не прощу но на завтра наступил перелом попросили друг у друга прощения господь допускал дьяволу вселяться в наместника с тем чтобы выработать терпение у феофила от этого никто не пострадал ноги на молитве не подгибать но на обеих стоять ровно на стену не опираться 31 страница не шептаться в церкви со своего места на чужое место не переходить сто тридцать восьмая страница брать в монастыре с испытанием на один брат в монастырь с испытанием на один год иначе отпускать совсем своим стяжанием кто вопреки устава живет изгонять изгонять тех ушедших после моей смерти не принимать обратно сто восемьдесят восьмая страница открывать настоятелю и грехи братья не только свои четвертый вселенский собор правило 4 седьмой вселенский 21 и двукратный собор 4 правило сто девяносто четвертая страница работал и ночью а в ахилла кавычки открываются но как бы не прогневался на меня бог и не осудил меня за то что будучи в силах работать не работаю потому я тружусь и делаю по силам моим сто девяносто пятая страница ава иона так с веревкой в руках и умер и не могли руки и ноги ему свести и переодеть для погребения сто девяносто шестая страница один брат пришел к айве силуану в гору сенайскую увидев что братья работают он сказал старцу заботьтесь не пищи тленный иоанна 627 мария же избрала благую часть лука 1024 ставит сказал своему ученику захария подай брату лука 1042 благодарю ставит сказал своему ученику захария подай брату книгу и отведи его в пустую келью когда наступил девятый час брат прислушивался у двери не посылает ли его звать к трапезе но как никто его не звал он сам став пошел к старцу и говорит ему а уже ли братья сегодня не ели ели отвечал старец почему же не позвали меня спросил брат потому отвечал ставец что ты человек духовный и не имеешь нужды в такой пищи а мы как плотские хотим есть и потому работаем ты избрал благую часть читая целый день и не хочешь вкушать плотской пищи брат выслушав это поклонился старцы и сказал прости меня а во тогда остались говорит ему так и мария имеет нужды в марфе ибо и мария похваляется из-за марфы двести двадцать третья страница доблестный монах авакир искушаем был братья семнадцать лет изгоняли из трапезной ибо был обычай но поступивших искушать тридцать лет кавычка открываются благодарю господа что вы меня на спасение мое искушали я эти годы был свободен от искушений бесовских лестница степень четвертая 291 страница ропотник сколько зла от него по всякому делу эфрем усилин